Всем привет, уважаемые друзья! Это канал Словат Юнайтед, меня зовут Эмиль. И это продолжение эксперимента Жозе Мауриньо в Манчестер Юнайтед. Набрал он более 10 тысяч просмотров первая часть его, соответственно, вот выходит вторая. Напоминаю для тех, кто, возможно, забыл, что происходило в первой части. Жозе Мауриньо, возглавив МЮ, привел туда Златана Ипрагимовича. И команда выиграла две премьер-лиги 2016 и 2017 годов, так как у нас он возглавил команду в сезоне 2015-2016. Понятное дело, что вот этот сезон он уже у нас прошел в реальной жизни. А здесь же Мауриньо его, так сказать, сходу выиграл. Выиграл комьюнити-шилд и в 2017 году закрепил успех, одержав победу в премьер-лиге. Однако в Лиге Чемпионов удача команде не улыбалась. Оба раза Манчестер Юнайтед вылетал. Вылетал. Значит, в первом случае он вообще... Ему не удалось выйти из группы. Они пошли в Липа Европы и там вылетели в четверть финале. На второй год чуть получше сложилась ситуация. Они из группы вышли. Даже преодолели первый раунд, обыграв Боруссию. Но затем были выбиты Мадридским Реалом из Лиги Чемпионов. Ну и вот посмотрим, удастся ли Жозе Мауриньо что-то сделать и выиграть, например. Александр Викторович, к вам вопрос сразу. Что вы думаете об этом составе Манчестер Юнайтеда? Достаточно ли его для того, чтобы одержать победу в Лиге Чемпионов? Доброго времени суток всем. Ну, смотри. Мы уже в прошлом эксперименте, да, говорили о том, что были странные покупки у Мауриньи некоторые, да, которые не вписываются в общую канву. Но, тем не менее, я могу сказать, что, в принципе, тот состав, что имеется у Манчестер Юнайтеда, вот здесь, он, ну, с ним можно выиграть его Чемпионов. То есть это достаточно хороший, сильный состав. Но, конечно, не хватает, знаешь, не хватает даже, даже, даже сложно вот так вот смотреть. Давай по позициям посмотрим. Так, во-первых, заоставив внимание то, что Де Пай заиграл у Мауриньо. Да, это главное, пожалуй, его достижение. Он раскрыл Де Пай, так что тут стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед. 25 голов за 48 мига и 8 галюки, так что очень хорошо, очень сильно себя проявил Мэмфис. Ну, сейчас мы вот смотрим на тактику. Во-первых, ну, Форрад Руни, да, может играть, может Марсиаль играть, может играть, может играть, этот, Ибрагимович, да. Есть еще, так, ну, есть еще, возможно, там в дубле кто-то. Ну, ладно, мы основной состав смотрим. В принципе, в позиции Форрада укомплектовано, да. Ну, я бы, я думаю, что все-таки именно Мартиаль будет играть основного Форрада, да. Потому что здесь Мэмфис, здесь, ну, тут и Янузай, тоже очень сильно выросший, да, может сыграть. Тут может сыграть и, ну, в принципе, этот Кондрево, да, он же для этого и брался. По большому счету, его флаг Кондреве 30 лет, он сейчас свой пиковый сезон должен будет проводить, следующий. Но он здесь может сыграть. Значит, плеймейкер, вот на этой позиции. Ну, тут, конечно, Янузай тоже может выйти, да. Но Рафиния, как мне кажется, это не тот плеймейкер, с которым можно выиграть Лигу Чемпионов. Это плеймейкер неплохой для, ну, знаешь, запасной для глубины состава в АПЛ. Его можно держать, но, знаешь, основным его делать вот на этой позиции, это большая ошибка, потому что он недостаточно классный. Для Лиги Чемпионов он недостаточно классный. Глядя на то, что там есть у Барселоны, у Баварии, да, у Мадельского Реала, ну, это, как-то, знаешь, как-то смешно. Глядя на Рафинию, мне кажется, ну, вот эта слабая позиция, я бы ее усилил, да, будет моя воля. Конечно, у них есть Хуан Мата, но в Мате, а, Мате только 29. Вот как раз лучше Мату туда выпускать, да. Ну, он, может быть, не очень быстрый, помедленнее, чем Рафинию, но Мата у них есть. В принципе, ну, тогда не нуждается эта позиция в усилении, если есть Мата, Мата будет основной. Значит, Шнайдерлин и Швайнштагер, это в центре поля, но тут есть еще на замене Эрера, мы видим, да, Андер Эрера. Он может, он может. И Стефана Стурара, ну, плюс тот же Рафиния может опускаться. Знаешь, если сейчас посмотреть на Моргана Шнайдерлина, то этот человек, ну, скажем так, умеет действовать в отборе. Психология, психологически силен, вынослив, в принципе, ну, а что еще надо, как говорится, для центрального полузащитника? Там фантастического дриблинга не нужно, это классный игрок, на самом деле, тоже на пике сил Морган Шнайдерлинг. Шванштагер уже, конечно, староват, но еще год он потянет запросто. Конечно, тут надо понимать, что еще, возможно, потребуется помощь Фила Джонса, да. Да, выхода, вот в эту зону, да, в центральную опорную. Вот, ну, здесь, здесь я бы обратил внимание, конечно, что все-таки, ну, Эрера, Эрера здесь недостаточно хорошо сделан, скажем так. Он, конечно, будет выходить и будет играть, но все-таки я бы Шванштагера бы продал. И взял бы кого-нибудь помоложе. Потому что Стурала, ну, это тоже не уровень Лиги Чемпионов, например, все его, всех его психологических характеристиках, да. Все-таки технически он не самый одаренный. Если, я, опять же, я сравниваю с соперниками по Лиге Чемпионов. Он хочет уйти, да, лучше его продать. Я думаю, что вот летом Мориню как-то усилит позицию центральной зоны, да. Я бы Шванштагера и Стурала продал бы и взял бы каких-то более сильных игроков именно в центр. Здесь явно слабина прослеживается. Дальше идем по крайним защитникам. Слева стоит Дармиан. Ну, Дармиан может и слева, и справа играть. Это универсал большой, умеющий действовать в отборе. И, в принципе, ну, если так смотреть, то у него показатели в норме. Конечно, он не выдающийся игрок, но именно как защитник отрабатывать он сможет. Еще раз говорю, что в Лиге Чемпионов, конечно, крайний защитник должен не просто отрабатывать. Он должен подключаться хорошо и уметь там и навесы, и все делать. 13 это, конечно, не так много. Я думаю, что Дармиан, но он хорош тем, что он может обе бровки закрыть. Таких мало игроков, которые могут с одинаковой эффективностью выйти туда и сюда, понимаешь? И если надо, в центр подстраховать. То есть в отборе он умеет играть, и это именно надежный защитник. Больше будет ложиться на Мортиаля, Депая, вот кто бы здесь ни играл. На него будет много, больше ложиться работы, потому что Дармиан, он домосед. Вот, значит, центральные защитники, блин, но это не центральный защитник, да? Все-таки, вот, я про него забываю, он тоже может в центр выйти. Но, опять же, да, блин, это человек, который может играть везде и везде плохо. Понимаешь? Ну, как плохо? В сравнении с игроками сборной России, конечно, хорошо, но для Манчестер Юнайтед это совершенно неподходящий футболист в плане центрального защитника. Потому что он невысокий и он очень медленный. Это, знаешь, либо ты высокий и медленный, да, и ты головой прекрасно играешь. Либо ты, знаешь, невысокий, но быстрый. Если бы, блин, был быстрый, от него был бы какой-то толк, да? А тут, ну, тогда его надо использовать на этой позиции. Потому что он может быть оттянутым плеймейкером, у него классный пас, видение поля достаточно неплохой и очень хороший, очень хороший показатель именно психологический. По физике он просто не тянет центрального защитника, он медленный. В условиях современного футбола иметь такую скорость и ускорение, это не позволительно. Ему 27 лет, понимаешь? А он играет, как будто ему 37 лет. Понимаешь? Это какой-то кошмар. С такой скоростью, с таким ускорением работать, это, я не знаю, и с таким ростом, самое главное. Если бы он хоть был высокий, понимаешь, под 190 сантиметров, тогда это можно было бы поднять. А он 180, то есть он и верховой мяч проиграет, понимаешь? И столба его не поставишь держать. И быстрого его тоже не поставишь держать, потому что его там опередят. Соответственно, на фланге то, что он умеет играть, да? И чего? И чего то, что он умеет играть? Я помню этого блинда, выпустили в матче Россия-Голландия, когда я тренировал сборную. И мы тогда выиграли, знаешь, каким все там? 3-1. По-моему, 3-1. Но там этого блинда, как раз-таки через его зону, из его зоны голы пришли, там у меня Шатов стоял. И вот Шатов как раз блинда нагрузил, потому что... Ну, Шатов у меня, извините, и у Слуцкого, это два разных человека, да? Вот, там я его бегать заставлял, он у меня бегал, и, естественно, он этого блинда перебегал, потому что блин просто не может с ним успеть. Вот. Почувствую себя Игнашевичем. Ха-ха-ха! Называется, да? Поиграем в игру. Вот. И блин, он, естественно, медленный. Какой-то кошмар. С такой скоростью футбол не играет сейчас. Понимаешь, с какой блин ты играет? Поэтому я бы блинда, ну, первым делом бы продал. Он тоже, вот, вместе со Шванштангелем бы ушел из команды. Потому что, ну, знаешь, либо ты на замене сидишь, да? Либо ты на замене сидишь. И играешь в основном, вот, именно в центре, да? И выходишь только подстраховать сюда. Вот. А у них, получается, что у Маурини он играет тоже в центре обороны. Такого игрока в центре обороны не должно быть. Тут большая нагрузка на Смолинга ложится. Который, смотри, Смоллинг и высокий, и быстрый. Вот это футболист, понимаешь? Смоллинг, он, понятное дело, что основной и в пару к нему обычно, да? В пару, блин, Смоллинг. Есть еще Стефан Дефрей. Центральный защитник еще моложе, чем Смоллинг. И быстрый тоже, и высокий. Естественно, Дефрей это лучше, чем блин. И в сборной Голландии Дефрей играет в центре обороны. А, блин, так на подстраховке. И самое главное есть Джон Стоунс. Молодой, очень перспективный англичанин. Он еще быстрее, тоже высокий. И умеет отбирать. То есть в центре обороны проблем нет. Очень хороший центр обороны. И плюс Фил Джонс, который тоже может выходить туда. По крайкам до того же Дармиана может подменить, знаешь, кто? Люк Шоу, да? Если он здоров. Он фантастически быстрый. Фантастически быстрый. Да, с навесами нужно поработать. Но, в принципе, опека, отбор, он знает, как это делается. Он умеет подключаться. Ему всего 21 год. Он еще будет развиваться. Он еще будет развиваться. И Люк Шоу еще себя покажет. Вы не сомневайтесь. Что касается права защитника, тут Даник Карвахали. Он в представлении не нуждается. Это топовый крайний защитник, да? Без малейших авансов, да? Я говорил. Потому что он зарекомендовал себя и в реале. И здесь, в принципе, имеет потрясающие показатели. Профессионал, что очень важно. То есть работает здорово. И если все будут здоровы, то тут усиления никакого не надо. Потому что Шоу, Стоунс, Дефрей, плюс Смулинг на подстраховке, плюс Джонс на подстраховке, плюс Карвахаль. Карвахаль на правом фланге, да? И Дармиан на подстраховке его. То есть, в принципе, сумасшедшая арене обороны. Очень сильная. И тут вопросов и претензий к этому нет. В воротах, естественно, Дехея. Плюс еще есть защитник на право Хусай, да? Из Албании. Ну да, он не особо выдающийся по технике своей и по психологии. Но он вот именно на замену выйти, да? Поработать. Два голевых пассана, его счету, кстати. Он может. И в этом отношении, знаешь, мне кажется, у Манчестера сильнейшая оборона. Она вообще в мире на текущий момент. А если оборона хорошая, то там можно не бояться. И можно выигрывать. Вот это мое мнение. Не забываем мы про резерв. Здесь вот Муран Филайни сидит. Видимо, злой и недовольный, которому не дают играть. Ну, Муран Филайни тоже, кстати говоря, неплохой центральный полузащитник. Может быть, его имеет смысл использовать? Ну, Муран Филайни его не использует. Значит, он ему не подходит. Я думаю, что Филайни тоже будет продать. Ну, тут надо купить хорошего футболиста вместо него, да? Ну, и вот Маркус Решфорд играет в Лестере. У него, конечно, сумасшедший потенциал в этом сейве получится. 177. Вот. После последнего обновления, да? Так происходит. Да, после последнего обновления случайно генерируется, насколько я понимаю, потенциал Маркуса Решфорда. Поэтому он каждый раз разный. Ну, и может быть очень высоким. Здесь вот 177 потенциала. Кстати говоря, у Антони Марсиаля в этом сейве потенциал 189. А вот в предыдущем сейве, когда мы играли, в прошлый эксперимент нашли Митва ПЛ, там 190 аж родился Антони Марсиаль. То есть еще сильнее, чем здесь. Ну, вот Маурини не уволили. А Хосеб Гвардиола, например, из Манчестер Сити, как вы помните, ушел. И возглавил Хосеб Гвардиола Челси. Вот такой вот круговорот тренеров в природе. В итоге Манчестер Юнайтед не купил никого. Расставшись при этом с Мураном Филойни, Жереми Матьео, который сидел в дубле, и мы его даже не заметили. Ну, и раздав кучу игроков в аренду. Кстати говоря, покинули команду такие люди, как Тайлер Блэкетт, Падди МакНейр. МакНейр, как говорит Картава и Ник, и по его мнению связка Тайлер Блэкетт и Падди МакНейр, это лучшая связка защитников Манчестер Юнайтед. Вот, ну, ладно, оставим это Картава Мунику. Затем, ну, кого еще выйдет? Ник Пауэлл отправился в Ариану в Болтон, нашли Янг, ушел на свободный трансфер. Ну, и, в принципе, команда никак не усилилась. Александр Викторович, в связи с этим вопрос, что это же плохо, как теперь Манчестер будет выходить из этой ситуации? Ну, тут мы не в курсе, конечно, по финансовым делам, да, но, конечно, так нельзя относиться, надо пользоваться тем, что есть, да. Ну, с этим заставом можно выиграть, но в Лиге Чемпионов все-таки, в Лиге Чемпионов надо быть максимально готовым. Вот я указывал, я указывал на то, что надо усилить, да, какие позиции надо усилить. Вот, нужно было меня слушать. Центр поля нужен? Нужен. Как Манчестер Найт отыграет? Ну-ка, давай посмотрим, как он играет. В Лиге идет седьмым поражение от Арсенала, Арсенал на первом месте, Арсенал тренирует кто? Бенитос, вот так. И Бенитос, причем, выиграл Community Shield у Манчестер Найт со счетом 4-0. Хотя Манчестер Найт больше бил по воротам, да, 19 ударов против 16, да, вот, но в 4-0, как раз на 4 удара больше строй наносит Арсенал, и Арсенал побеждает. Хотя и по владению тут преимущество у Манчестера. И я не знаю, что тут творили игроки Арсенала, но у них здесь швейцарец Винмер. Мир Тезакева уже 12-летний, медленный. Ну, что ты по скорости, он как блин, слышишь? Ну, у него рост там 2 метра. В чем разница? Ну, вот. А, тут блин! Блинт вышел на замену, да? При блинде они еще и пенальти, наверное, привезут. Вот. Ну, честно говоря, Хусай, непонятно где играл, на фланге, наверное, играл. Ну, тут, честно говоря, я не совсем понимаю по позициям, как они располагались здесь. Вот. Но, на самом деле, Решфа тут плохо сыграл. Видимо, много моментов запорол, потому что 6-1 оценка. Депай тоже плохо сыграл с Мортиарем. Ну, провалилась атака у Манчестера. И плюс еще Давид Дехе, видимо, он опускал. Вот. А так, я говорю, если посмотреть на статистику, на статистику, то тут даже по явным голевым моментам 3-7 в пользу Манчестера и Ревнайтера. Представляешь, 3-7! И они проигрывают 0-4. Это, это, это же как надо было порвать моменты, да? Чтобы поиграть 0-4! Это, я не знаю, у нас сигнала-то столько моментов не было, представляешь, чтобы 4 гола забить. Ну, тут, видимо, все смешалось. Да, но обратите внимание, процент брака. Да, вот процент брака, видишь, у Манчестера и технико-тактических действий меньше. Ну, там поровно примерно, если по единоборствам считать. Вот. Ну, конечно, брак и утех, и утех большой, но это начало сезона. Начало сезона, там, команда их тянутся. Ну, вот, тут, надо как-то разобраться сейчас с этой статистикой. Ну, вот, к примеру, столбец удары и удары в створ. Вот 5 ударов нанес Марсьяль, в створ только 1. Решфорд, 1 удар в створ за весь матч. Вернее, 1 удар всего, в створ 0. Хуан Мата, 3 удара всего, в створ 0. Вот единственный кто. Рафинья 2 раза пробил и 2 раза попал в створ, правда, это ему не сильно помогло. Вообще, да, Манчестер Унайтед прощал соперника, видимо, по-страшному, потому что, ну, так играть просто нельзя. Ну, и сейчас, чтобы как-то оценить Манчестер Унайтед в начале сезона, посмотрим игру с Лестером. Лестер, который идет на 5-м месте, Манчестер Унайтед на 7-м. Сейчас, в принципе, начало сезона, поэтому делать какие-то выводы относительно... То достаточно сильно тоже команда. Но они, видишь, ни одного матча еще не проиграли. Лестер два раза уничтожил с Кадефом и Тоттенхэмом и победил отфот и Кристал Пелас. Но по Лестеру сейчас мы посмотрим, да. Ну, у них Варди, Олбрэйтон, Куджачол, Морес, Канте, Дринкуотер, Фукс, Морган, Шер, Фабиан Шер из сборной Швейцарии, значит, Джина Перуци и Каспер Шмейхель. Ну, в принципе, состав не особо претерпел изменения, да. Разве что Фабиан Шер, давайте карьеру посмотрим, да, перешел из Хофенхайма как раз за 5 миллионов фунтов, чуть больше, чем за 5 миллионов фунтов. Ну, у Манчестера на этот расстановка довольно интересная. Рафинья исполняет опорника. Ну, тут я с тобой согласуюсь, это интересный ход. Причем не совсем понятно, почему. Все-таки Рафинья, как опорник, слабее Шнайда длина. И мне бы казалось логичнее, если бы они местами поменялись. Ну, Рафинья виднее, конечно, он за результат отвечает. Но я бы их наоборот поставил, потому что Шнайдер длинн в отборе гораздо сильнее. Вот. Ну, что касается линии нападения, то она вот выбрана следующая. Владимир Депай, Мата и Кондрева опытнейшая. Самая опытная линия нападения, можно сказать, которую только можно было поставить. Да, вот. Ну, в принципе, надо выигрывать. Но если Мауриния именно этих игроков решил поставить, то хорошо, посмотрим. Шнайдерлин. Начинается матч, но Шнайдерлин не точная передача на Мемфиса. Не проходит она благодаря защите Лестера, Дринк Уотер, на Мореза. Морез тут же выводит вперед корейца. Смолинг успевает. Вот что такое скорость. Да, здесь бы, блин, не успел, кстати, КД. И выход был бы один на один с фатарю. Вот здесь вот, кстати говоря, как раз таки скорость Смолинга сыграла роль. И сейчас Мемфис мог забивать. Но как-то удар головой у него не получился. Получше надо было действовать. Ну и, кстати говоря, у Лестера и Манчестера расстановка примерно одинаковая. Обращаю на это внимание. Хочется обратить внимание. Ну и здесь Дермиан опережает Мореза, Дефрей и Дахия. Пушкой отправляет мяч вперед на Мемфиса. Там снова Перуцци. Перуцци уже несколько опасных передач прервал. Но сейчас он ошибся. Мемфис! Удар! Могучий Каспер Шмейхель! Отбивает! И снова Мемфис. Да, Мемфис очень активен. Манчестер этот будет подавать угловой мата. Это делает. Делает это, ну, так себе. Прямо скажем. Посмотрим только ключевые моменты. А то уж совсем все нам будут показывать. У нас тогда эксперимент затянется. Это можно долго смотреть. И это будет очень интересно, действительно. Рафинья переводит на фланг. Хусай! Здесь Кондрева! В центр на Шнайдерлина! Шнайдерлин пяткой отыгрывает! Но это очень неудачно. Очень неудачно сыграл Морган Шнайдерлин. Ну и момент. Посмотрим сейчас, чей будет Златан Бракимович вверху. Не уступил, но мяч отбросил куда-то туда, в район защиты Лестера. Олбрайтан исхитрился сделать передачу на корейца. Но здесь Смолинг снова первый. Опять скорость центрального защитника играет. Обратите внимание, насколько это важный параметр. И вот сейчас как Златан бежал очень медленно. Ну, кстати говоря, защиту Лестера, того же Моргана, имеет смысл задергать каким-то быстрым футболистам. А вот Златан в этом отношении не очень быстрый. А вот вверху там и Фабиан Шер очень сильный. А вот за Менфисом попробуй поспей! Могучий удар! И Каспер Шмейхель каким-то образом реагирует. Вытаскивает мяч из ближнего угла к Андреа. Подача Ибрагимович! Выше перекладина. Вот так вот, наверное, МЮ и порол моменты в матче с Арсеналом. Мы видим, что пока по явным голевым всего 1-0. И, наверное, это все-таки тот выход Мемфиса Депая к воротам. Гонголо Канте на Перуце играет. Перуце возвращает мяч. Гонголо Канте. Шнайдерлин того просто врубает! Два партнера по сборной Франции. Шнайдерлин снова в подкате стелится. Да, очень активен Шнайдерлин в центре поля. Очень важно в центре поля сегодня не проиграть. И пока Манчестер его, в принципе, выигрывает. Но вот передача Олбрэйтона, однако Дефрей тут как тут. Морган помогает своим центральным полузащитникам. Олбрэйтон теряет мяч в противопорстве с Хусаем. Мата вперед на Кондреву. Выход 1-1 Мемфис! Ну, наконец-то! Мемфис Депай открывает счет в матче. Уже сколько раз выводили Мемфиса на ударную позицию. И, наконец, это сработало. А, Александр Ильич, покомментируйте эпизод. Ну, что тут комментировать? Тут ошибся защитник Лестова. Кто это был? Шер, наверное, да? Ну, Шер занимался. Либо Шер, либо Морган. Кто-то из них потерял. Потерял позицию. Нет, Шер потерял. Я вот сейчас смотрю. Шер потерял позицию. Ну, видимо, он пошел на подстаховку. И там, ну, Манчестер Ренайтед настолько мощная атакующая линия, что там никого баланса нельзя. Джейми Варди пока совершенно не видно в игре. Ну, как и всех игроков Лестера, наверное. Манчестер Ренайтед просто подавляет их мощной игрой в центре поля. Ну, вот как раз-таки Шнайдерлин. Большая его заслуга в этом деле. Все-таки он играет на оценку повыше, чем Рафиния. Ну, посмотрим. Сейчас Лестер имеет шанс как-то перейти в наступление Дринкотер. Но Дермиан здорово выходит. И пас отдает вперед. Но этот пас не на Ибрагимовича явно. Потому что Златан уже не тот, который может ускориться, да, там. И который может уйти от соперников именно в скоростном противоборстве. Варди на Мореза. И вот сейчас Лестер будет наступать. Варди получает мяч. Смоленкова прессанул тут же. Фукс. Олбрейтон. Фукс может подать у этого австрийца. Есть, есть потенциал. И Варди! В сайт. Тут Джейми Варди. Коджачол выводил его в ударную позицию. Ну, так себе вывел. Если честно, второй тайм начинается. Ну, по первому тайму преимущество было, я думаю, Манчестера. Ну, тут думать не надо. Тут можно посмотреть. 15 ударов против одного у Лестера. Конечно, преимущество у Манчестера. Процент брака, конечно, у тех и у тех достаточно высокий. Ну, для АПЛ, да. Ну, и вообще 30% брака это не тот уровень, не те показательства, которые в Лигу Чемпионов выигрывают. Мемфис штрафную Ибрагимовича. Ибрагимович что-то непонятное делает, но в итоге мяч отскакивает к Андрееве 2-0. Ну, череда случайностей, опять же, да. То есть, это гол, забитый не мастерством футболистов. Да, смотрите, ну, тут Лестера, защитники Лестера постались. Удар Ибрагимовича непонятно куда. Там перутся, непонятно что делает. И в итоге мяч отскакивает в Искандереве. А то же не пас был гениальный Ибрагимовича, да. Ну, это атака, знаешь, такая с браком прошла. Но, тем не менее, преимущество Манчестер Юнайтед сомнений не оставляет. Здесь задавили совсем футболистов Лестера. Но вот Варди пользуется ошибкой Смолинга, но Смолинг успевает вернуться. Варди дальний удар. Ну, это скорее шаг отчаяния такой, а не какое-то осмысленное действие, Джейми Варди не смог уйти на скорости. Видимо, подработать себе на ход. Не смог, а вот Моруан Филлени вышел в составе Лестера. Тот самый Моруан Филлени, который защищал цвета Манчестер Юнайтед еще в прошлом сезоне. Имеют зуб на Жозе Мауринио совершенно явный. И поэтому вот он, вот он, вот он. Моруан Филлени действует под нападающим. 25 номер у него под Джейми Варди играет. Может и в штрафную пойти. И там подключится Ибрагимович. А Ибрагимович идет неспешно. Ибрагимовичу спешить некуда заканчивать карьеру. Человек после этого сезона могучий удар в штангу. И там, если бы Хуан Мата был чуть-чуть просторопнее, мог бы он опередить Уэса Моргана и отправить мяч в сетку ворота. Мы видим, что Уэс Морган имеет оценку 6,3. Все-таки он тогда, значит, допустил ошибку. И Фабиан Шер его страховал. Потому что у Фабиана Шера 7,0 при двух пропущенных мячах. Ну, значит, швейцарец совершенно точно ни в чем не виноват. Ну, и Манчестер Юнайтед выпускает Уэйна Руни вместо Ибрагимовича. Маркус Решфорд появился на поле у Юнайтед. Решфорд. Так, Решфорд сейчас где играет? Под нападающим тоже. То есть Руни форварда играет, а Решфорд под нападающим. Довольно любопытно, на самом деле. В Морес очень плохой удар. Но Дахиа там услугу медвежью Лестеру сейчас оказал. Угловой из ничего, по большому счету. Но здесь Хусай первый. Однако атака Лестера могла продолжиться. Морган Шнайдерлин не стесняется идти в подкаты. Теряет позицию. Но вот Лестер за это не наказывает. А вот Барселона вполне может. Олбрэйтон, подача, удар и все-таки гол. Высший на замену Джон Ху Сеттер. Я не знаю правильно, как читать вот эту вот букву. Ну Солшер, Сульшер. Это все-таки там читалось как Е. Сульшер. То есть здесь это, видимо, Сета. Типа, как собачка, что ли. Сеттер. Но тем не менее, мы видим, что выход Морана Филы невозможно так. Лестер окрылил. Ну и Манчестер Юнайтед, в принципе, имеет шансы сейчас еще что-то сделать. Как-то более уверенно выйти из этого матча. Рэшфорд падает. Но голок Анте не получает в желтую карточку. Там он четко сыграл. Дефрей, Андер Эрера, тоже вышший на замену. Рэшфорд отдает вперед на Руни. Руни на Кондреву. Кондрева! Прострел! Не проходит. Шнайдерлин на мату. Мата в штрафной. Руни! Мощный удар! Кондрева 3-1 на Антонио. Нет, все-таки Кондрева. Антонио Кондрева. А как он позицию-то выбирает? Два раза, по большому счету, с отскока к нему мяч пришел. Но вот оно искусство игрока группы атаки. Ну да, но здесь на самом деле меня удивляет немножко то, как Руни с Рэшфордом играет. Как помню, Рэшфорд, он лучше сыграет в центре нападения, а Руни именно под нападающим. Ну, так решил Мауриньо. Так они играют. Рэшфорд из глубины действует. И Рэшфорд, который в Лестере в прошлом сезоне не играл в Арленде, тоже любопытно противостояние. Снова Кондрева и прощает на сезон. Но для Кондрева этот сезон, конечно, определяющий. То есть 30 лет человеку, это пик его карьеры. Но Манчестер на этот полностью превзошел Лестер. Полностью. И возглавил турнирную таблицу. И, ну, конечно, мощь видна. Мощь видна. Но давай на процент брака посмотрим. Кстати. Хусай, пятерка. Смолинг, двойка. Дефрей, двойка. Дармиан, ну, тройка, наверное, да? Но, тем не менее... Сейчас, подожди. Мы по отборам посмотрим. Так, Дармиан. Нет. Двойка. Очень плохо. Еще, наверное, в воздухе проигрывал. Подожди. А, нет. В воздухе не... Ну, тройку можно поставить там с большой-большой натяжкой. Дорофинья, пятерка. Шнайдерлен. Ну, 69% точных передач. Брак очень большой. Он, возможно, там перехватывал. Он, возможно, там отбирал. Но, тройка. Только тройка. Шнайдерлен. Кандреева, пятерка. Хуан Мата. Четверка. Депай. Гол забил. Ну, четверку с минусом можно поставить. Ибрагимович, двойка. Руни, двойка. Эрера, пятерка. Ну, Эрера мало техника тактических, без оценки. И Решфер тоже без оценки. И Руни тоже без оценки тогда. Чтобы было логично, да. Вот. Ну, Лестер, только Фабиан Шерн, Морган хорошо. На пятерке сыграли у всех остальных там. Четверки и ниже. Ну, Гула Камте все на двойку оттаговал этот матч. Пока Мауринио спокойно работает в Манчестер Юнайтед. Гвардиола меняет очередную команду. И теперь его и с Челси поперли. Уважаемые друзья, я не знаю, что там с Пепом. И почему его команды просирают так дико. Сейчас давайте посмотрим. Просто не проработал и полгода называется. Человек Манчестер Сити. Он хотя бы несколько сезонов проработал. Занимал четвертое место. Выходил финалист Барклэ из Премьер Лиги. То есть, что значит финалист Премьер Лиги. Я не знаю, как он умудрился выйти в финал Премьер Лиги. Но он выиграл хотя бы кубок с Манчестер Сити. С Челси. Вышел в следующий этап Лиги Европы. Был выбит из Кубка. Ну, честно говоря, не тот результат. Ну, и плюс в Премьер Лиге Челси находится на 11 месте. То есть, совсем угробил команду Гвардиола. Но, что касается Манчестера Юнайтеда, то у них два поражения от Эвертона и Арсенала. Так, что касается следующих за ними. Ливерпуль. 46 очков также имеет на самом счету. Манчестер Сити 44. Проиграл Манчестер Сити в Манчестерском дерби. 1-4 с учетом поиграл Манчестер Юнайтед. Ну, и что можно сказать? Вестхэм вот удивляет. Высоко забрался. Высоко забрался. Торнхэм ниже. Ниже Лестер. Ниже Челси. Ну, вот так вот все происходит у нас в Премьер Лиге. Ну, и, конечно, Дефрей очень выделяется, да, по средней оценке и по количеству званий игрока. Матча Андеррера по числу голевых пасов очень хорош. Ну, и сейчас мы вправе посмотреть на то, как Манчестер Юнайтед выступал в Лиге Чемпионов. Поражение от Сивилии. Затем победа над Хайдуком 3-0. Затем поражение от Байера 1-2. Еще одно поражение от Байера 0-1. Победа над Сивилией 2-0. И победа над Хайдуком. В итоге Манчестер Юнайтед у нас проходит дальше. Я думаю, что да. Да, проходит и выходит на Порту. Если посмотреть на групповую стадию, да, и на все группы, Зенит, значит, не вышел. Ну, Лигу Европы пробился. Правда, из довольно сильной группы справедливости ради. Скажем, что ПСЖ, Дортмунд и Спортинг. Все команды очень сильные. Но то, что Зенит здесь не последний, одержал две победы над Дортмундом, это тоже дорогого стоит. Правда, проиграл и Париса Джермену, и Спортингового матча. Но вот Манчестер Юнайтед со второго места выходит. Естественно, после Байера, я уж не знаю, что там за Байер такой, что там за игроки чудовищные такие. Ну, вот Юлиан Брандт, Лено, Беля Раби, интересно, Челханаглу. Видимо, продали Челханаглу. Странно. Ну-ка, Хакан Челханаглу, где что ты играешь? Да, Челханаглу в Баварию перешел за 18 миллионов. Сейчас стоит уже 24 миллиона. Сумасшедший, сумасшедший Челханаглу. Ну и, так, кстати говоря, поглядим, может быть, еще какие-то наши клубы здесь играют. Имеют российские. Да, ЦСКА квалифицировался в следующий раунд. Со второго места вышел. Ну, вот мы теперь посмотрим на... С кем ЦСКА? ЦСКА с Барселоной. Я думаю, что недолго ЦСКА осталось здесь в лиге чемпионов участвовать. Но вот Байер, да, вышел против первого места, ну, на Ювентус. А Манчестер, наверное, на поту. Хотя тут все команды уже сильные. И как будет играть МЮ, мы увидим позже. Зимнее трансферное окно. Команду усилили Янник Фрейра Караско из Атлетика за 21 миллион. Ну, этого человека представлять не нужно. Атакующий бельгийский полузащитник. Очень сильный. Как мы видим, способности Янника Фрейра Караско здесь сомнений никаких не вызывает. Но проблема в том, что он, скорее всего, играл в лиге чемпионов. Да, был заявлен в лиге чемпионов за мадридской Атлетикой. Потому в лиге чемпионов непосредственно не поможет Манчестер-Венайтер. Но есть еще Жан-Клод Бадо. Молодой футболист, но уже очень талантливый. Он, оценен в 2,2 миллиона. Играет пока за молодежку. Но в молодежке он самый талантливый. Потому что 135 имеет текущие способности. И 187 очень большие способности, на самом деле, у него за будущее потенциальное. Есть еще Джимми Роско, который 183 имеет потенциальные способности. Но этот центральный защитник пока еще не дорос до своего, можно сказать, пика. Ему еще расти и расти, как говорится. В первом матче нокаут-раунда Манчестер-Венайтер обыграл Порту. 2-1. Но во втором проиграл со счетом 0-2. Просто позор. Кто там играл-то вообще? Ну, конечно, Дейли Блинт, Андер Рерра. Да, ну, в общем-то, не выиграл Манчестер-Венайтер вновь Лигу Чемпионов. Вновь поражение. В чем причина? В чем Полицита? Причина, наверное, в том, что неверную тактику выбрал Жозе Мауриньо. Я не знаю, но первый матч выиграл. Вроде бы все было хорошо. Но, опять же, да, по статистике, здесь по явным голевым моментам, опять свои моменты, Манчестер не забил. Процент брака по-прежнему большой, да. Мауриньо, он никогда не был таким постановщиком игры хорошим, да. То есть, он от обороны игру стоит, там, понимаешь. Если оборона провалится вдруг, то впереди крается счет звезд. Как мы видели, да, как Андре, вот, забивал Лестеру. Но тут не Лестер, понимаешь? Тут не Лестер. Тут тот же фото. Может быть, там игроки по именам, они ничего вам не скажут, да. Вот эти имена. Габриэль, Иисус, Кристиан и Спиноза. Но это все очень молодые и очень сильные игроки. Всегда там были в фото. И с этим же фото Малвини, там, Лигу Чепенов брал. Но тут, понимаешь, очень серьезно. Ну, смотри, смотри, Куинтера. Посмотри, какие у него показатели технические. Он все умеет, этот колумбий. Вот это, вот это я понимаю, да, показатели. У Манчестера играет Рафиния. Но это стыдно, вот такую Рафинию выпускать вообще на поле в Манчестер Юнайтед. Пусть он играет, там, понимаешь, за средние клубы, да, потому что это не игрок топ-клуба. Но в Манчестере он играет. Вот, Юнайтед в этом году, они, и в премьер-лиге они сейчас третьими идут. Впереди Манчестер Сити, Ливерпуль. Еще и Арсенал там на четвертом месте, конечно, на своем, как говорится. Но могут напереть и обогнать, да. И тогда уже Жозе могут запросто уволить в этом сезоне. Уволят ли Жозе Мауринио? Нет, не уволят. Манчестер Юнайтед вновь выиграл премьер-лигу. Хотя положение у команды было не ахти какое, но, тем не менее, по разнице набитых мячей Манчестер Юнайтед опередил Ливерпуль. И с шестью поражениями, правда, все от топ-клубов практически, ну, исключением Эвертона, наверное, Манчестер Юнайтед удается невероятное. Три года подряд команда под руководством Жозе Мауринио выигрывает. Выигрывает, друзья. Невероятно. Выигрывает домашний чемпионат. Да, в кубках не везет Жозе Мауринио, ни в Лиге чемпионов не везет, нигде не везет. Но достижение есть достижение. Победа, уважаемые друзья, в третьем сезоне подряд. В финал выходил Capital One Cup, то есть Кубка Лиги. Был выбит, правда, из Кубка Англии, из Лиги чемпионов. Вновь не повезло. Но, правда, здесь PSG стал обладателем трофея. Кстати говоря, нам интересно, ЦСКА 0-4 и 1-2. Вот с такими результатами ЦСКА проигрывал Барселонию. И просто был вынесен ногами вперед. Как говорится, Арсенал тоже был выбит. Смотрим четвертьфинал. Здесь из Англии осталось только Ман-Сити. Но Ман-Сити проиграл Мадридскому Реалу. В полуфинале PSG обыграл Ман-Сити. Бавария... А, нет, не проиграл. Он все-таки прошел дальше по результатам первой игры, видимо. PSG обыграл Ман-Сити, а Бавария вступила Барселоне. Вот так. Первый матч в 3-0 Бавария победила. А второму Барселону 0-4 была сильнее. Вот вам, пожалуйста. Ну и в финале, естественно, Парис Сен-Жермен, как я уже говорил, был сильнее Барселоны. Вот Манчестер-Сити своего тренера уволили. В Эвертоне уволили Руди Гарсию. А Ман-Юнайтед довольны Мауриньо. Мауриньо третий год подряд делает команду чемпионов. А что бы быть недовольным-то? Златан Ибрагимович, друзья, завершил карьеру 30 июня 2018 года, выиграв с Манчестер-Юнайтед в 2016, 2017, 2018 году. 83 матча, 42 мяча. Человек-феномен. Ну, просто уважение наше. Великому Златану. Завершился чемпионат мира в России. Сборная выступила на нем сверхудачно. Ничья с Англией. Где-то мы это уже видели, да? А затем игра с Перу. 0-0 завершилась она. Далее. Победа над Южной Кореей. 2-1. И сборная выходит дальше. Побеждает Германию, друзья. Сборная России побеждает Германию. Благодаря дублю Кокорина. Вы можете себе такое представить. Побеждает Германию. Благодаря дублю Кокорина. Кокорин просто звезда этого чемпионата мира. Никита Чернов в центре обороны. Присутствует некий Роман Емельянов. Эдуард Овчинников. Эдуард Овчинников. Ну, он 19 лет, молодой. Народился таки гений. Побеждает, значит... Кто такой Руфат Байрамов? Зенит 2. Ну, тоже, видимо, гений очередной. Родившийся в сборной нашей страны. Тем не менее, проходит наша сборная немцев. Проходит немцев. В сборной России проходит немцев. И проигрывает Аргентину. Проигрывает в воротах Игорь. Выигрывает в ворот Хладыгин. Выигрывает в ворот Хладыгин. Ничья в ворот Хладыгин. А, то есть, и первый матч в воротах Игоря. То есть, решили вдруг Игоря поставить. Игорь на вороту Скалка. Ну, хотя Игорь не виноват. Это все Алан Загоев, который подвел команду удалением. Хотя и до Загоева команда летел 0-2, будем честны. И как же завершился, вы думаете, чемпионат мира? Завершился он. Друзья, победа из сборной США. Сборная США выиграла чемпионат мира. Вы можете себе это представить? Сборная США чемпион мира в финале обыгрывает Англию. Вот вам, пожалуйста, просто... Я не знаю. Очень интересно. Значит, Аргентину проиграла американцам. Англия прошла португальцев. Что-то, говорите, Россия немцев выбила. Вот такой сенсационный World Cup. Забавно. Эхо Москвы хвалит США. Ну, что тут сказать? Очень символично. Очень символично. А мы вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашим манкунианцам. Итак. Поль Погба. Поль Погба пришел в Манчестер. 34 миллиона. Очень дешево, на самом деле. Такие деньги смешные. Приобретен Поль Погба. Швайнштайгер ушел. Маленсия ушел. Не знаю, куда Швайнштайгер ушел. Ушел он в Наполе. Напорничком там будет. Значит, Хусая перекупила Бавария за 14 миллионов. На замену Хусаю куплен Лука Бетанте. Итальянский защитник. Ну, видимо, будет вторым Дермианом. Честно говоря, тоже так себе игрок. Даже похуже, чем Кусай. Не знаю, зачем его приобретает Мауриньо. Неужели денег нет на что-то более нормальное. Финанда Пачека. Это 26-летний испанец. Галкипер. Ну и Поль Погба, друзья. Внимание. Поль Погба вернулся в Манчестер на этот. За три матча забил три мяча. Отдал одну колевую передачу. Фантастический. Фантастический Поль Погба. Ну, Жозе Мауриньо может. Жозе Мауриньо может не гласить топовых игроков. Еще какого-то француза. Центрального защитника Райана Буржуа приобрел. Не знаю, что это за Буржуа. Но показатели у него, честно говоря, так себе. Явно не для топ-клуба. Ну и теперь, Александр Юрьевич. Снова ваш ход. Как оценить состав Манчестер? Готов ли он в таком видео выиграть Лигу-чемпион? Ну, Погба это, безусловно, то приобретение, которое было необходимо. Да. В принципе, состав ОМЮ хороший. Игроки, по большому счету, это молодые. Да, они развиваются. И поэтому состав классный. И Феррера Караска теперь будет. И тот же Дормиану тоже, наверное, какой-то прогресса добивается. Да, вот. Решфат молодой. Год за годом становится все лучше и лучше. И я думаю, что Мортиаль, наконец, расцветает. Да, вот. Так что здесь будет очень интересный год. Очень интересный для Манчестер Юнайтов. Если, ну, в этом году будет либо катастрофический провал у Маурыния, либо триумф. То есть сейчас или никогда. Да, потому что все линии сильны. Тут либо ты побеждаешь и выигрываешь все кубки, либо ты проигрываешь. Все с треском. Понимаешь? Вот. Иного не дано. Либо Маурыния, мне кажется, в этом сезоне все выиграет, да. И будет королем. Либо, значит, его уволят с позором весной. Вот такие мои прогнозы. Ну, посмотрим, оправдаются ли предположения нашего эксперта. Смотрим на таблицу АПЛ в декабре. И понимаем, что все в порядке. Потому что Арсенал на четвертом месте. Шучу, конечно. Не хочу обидеть болельщиков Арсенала. Но Манчестер Юнайтов идет вторым. Одно поражение всего лишь от Тоттенхэма, который и возглавляет таблицу. Как символично. Но, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, Арсенал возглавляет теперь Карла Анчелотти. Рафа Беница уволили, как вы видите. Ну, и сейчас поглядим, как дела у МЮ в Лиге Чемпионов обстоят. А в Лиге Чемпионов они обстоят следующим образом. Лудогорец обыгран 3-0. Марсель обыгран 2-0. Реал обыгран 2-1. Реал снова обыгран 3-2. То есть, гипотеза Александра Викторовича пока подтверждается. Манчестер Юнайтов громит всех. Практически без поражения. В заключении того, поражение от Тоттенхэма команда не проигрывает вообще. Ни в одном турнире. Марсель обыгран 2-1. Команда, естественно, с первого места выходит. Друзья, с первого места выходит. И выходит она на Баварию. Вот что называется фарт и везение. Но Гардвейл играет в Арсенале. Сразу обращает на себя внимание этот момент. Но, друзья, на самом деле просто какое-то невезение. А Реал выходит на кого? Реал выходит на Ман Сити. Ну, тут, в принципе, да. Честно, особой разницы нет. Очень сильный уровень Лиге Чемпионов. В трасте, что Шахтер проходная. Достаточно команда. Возможно, Леон. И не знаю, какой здесь состав у Леона. И какой состав у Бенфики. Но, в любом случае, очень интересно. Все группы. Посмотрим, как там наши. Зенит с третьего места. Ну, Нью-Кассел, Леон. Зенит и Байер. В принципе, слабая достаточно группа. Но Зенит там не смог выйти. Даже из нее. Ну, и больше наша команда в Лигу Чемпионов вообще не попала в этом году. Кагард Бейл пришел в Арсенал за смешные деньги. Просто 28 миллионов. И Пангу купили за какие-то копейки. Ну, здесь, понятное дело, Виктор Коваленко, друзья, стоит дороже, чем Гаррет Бейл. Ну, Гаррет Бейл здесь сколько? 29. Виктору Коваленко 22. Ну, Виктор Коваленко, друзья, это просто звездень мирового уровня. Теперь лучше, чем Александр Зинченко, наверное. Виктор Коваленко. Вот, пожалуйста, вот эта звезда. Да, ну, Зинченко здесь, честно говоря, не хуже Коваленко. Но играет, правда, он пока в киевском Динамо. У него ушибы бедра. Вот сейчас бедро заживет, как говорится, и пойдет... Пойдет всех нагибать. Потому что... За сколько ты из Уфы-то перешел, а? За 1,7 миллионов. Еще за такие деньги, блин, продаете таланта невероятного Сашу Зинченко, а? Не дилетант, не дилетант. Блин, это уже Коваленко открыл. Итак, уважаемые друзья, первый матч с Баварией. Манчестер Юнайтед проиграл с счетом 0-2, но уже выиграл Кубок Лиги. Сейчас для Юнайтед, ну, можно сказать, все решится. Им надо 3-0 побеждать Баварию, чтобы дальше проходить. Но на самом деле дисквалификация Дефрея, 4 травмы, 3 игрока не зарегистрировано. Но, честно говоря, у Юнайтед ситуация сейчас не самая лучшая. Посмотрим историю трансферов. Был куплен Радек Робиняк из Виктории Ползень. Тешевый очень игрок. Даже смотреть не хочется на его показатели. Ну, увидим, может ли Юнайтед сейчас выиграть. Ну, сейчас или никогда, как говорится. Ну, кстати говоря, новости о Руне и Манчестер Юнайтед расторгли контракт по обоюдному согласию. Так, ну, сейчас мы поглядим на составы команд. Бавария считается фаворитом. Ну, что тут Бавария? Ливандовский, Гетца, Дракслер, Хайберг, Видаль, Мюллер, Алаба, Сюле, Буатенг, Хусай. Бывший игрок Манчестер Юнайтед, обращаю внимание, Нойер в воротах. У Юнайтед Шоу, Стоун, Смолин, Карвахаль, Дехея, Рафинья, Погба, Мата, Кандрева, Депай, Марсиаль. Два форварда идет в Абанг. Жозе Мауриньо. На скамейке у него Вальдес, Роха, Шнайдерлин, Решфорд, Эрера, Дормян и Янузай. Ну, честно говоря, матч будет очень интересным, это точно. Ну, и что покажет Манчестер Юнайтед по такой схеме играем, мы не знаем. Но скоро совсем узнаем. Интересно, посмотрите, Никласа Сюле очень сильный, очень сильный центральный защитник, друзья. Так, ну, Хусай, какой был такой, остался примерно. Юлиан Дракслер, тоже топовый игрок. Марио Гетцэ какой стал. Ну, Гетцэ, у него физика может подсесть. Но в остальном, конечно, тоже очень сильный футболист. 2-0, ну, приговор, да. Но Юнайтед надо сбивать, нельзя ни в коем случае пропускать. Потому что если Юнайтед пропустит, то сбивать надо будет 4 кола Баварии. А это проблематично. Весьма Ливандовский, Рафинья. Ну, вот Рафинья игрок на самом деле низкого уровня. Александр Юрьевич, вы что скажете? Ну, я согласен, что Рафинья здесь не место, но Гетцэ прощает. Гетцэ прощает. Рафинья, ну, не знаю, чем уж он там у Мурини заслуживает места в основе. Потому что тот же Шнайдерлинг был бы в этом матче более полезен. Во-первых, партнер Пагбы по сборной. Во-вторых, он более разрушительный. А тут нужен разрушительный. Ну, вот Масиаль забивается передачей маты. И очень хороший прострел. И француз молодой открывает счет. Смотри, Мата как уходит. А Мата играет на фланге. Тоже спорное решение. Мата Кандрева. Масиаль и Депай. Ну, может быть, в конечном итоге Мату заменит Депай. И выйдет Решфорд. Посмотрим. Кусай на фланге. Но тоже хочет отомстить, конечно, клубу, который его продал. Может быть, в какой-то степени Ливандовский. Ну, сейчас, может, все закончится для Юнайтеда. Понимаешь? Каждая атака Баварии. Это все может закончиться для Юнайтеда. Койберг, Гетца. И сейчас Гетца уже не прощает. Теперь три гола надо забивать Юнайтеда. Но это уже, знаешь, уже кошмар. Ну, видно, что проседает опорная зона. Ты зачем Рафинью выпускаешь? Муринья, дилетант. Да, елки-палки. Вот это непонимание футбола. Да, оно Юнайтеда-то убивает. Смотри, ну как так можно? Рафинью он поставил. Елки-палки. Стоунса, вот Рафинья как раз из его зоны. Я говорю, ну, Рафинья это не игрок уровня Лиги Чемпиона. Ты говорю, ставь. Ставь, говорю, этого Шнайдерленда. У тебя есть Мурган Шнайдерленд. Он что, в плохой форме? Хорошо готовся ты. Есть. Так ты его поставь. Он умеет отбирать мячи. Понимаешь? Это его работа. Мемфис уходит от соперников. Бьет. Нойер здесь тащит. Ну, три мяча еще Баварии забить. Это надо постараться. Елки-палки. Надо постараться. Мата пошла подача. Там прерывает Буатенг. Хусай. И сейчас еще Гетца может еще наполнить о себе. Ну, тут Погба хорошо отрабатывает в обороде. Я уж не знаю, что там в первом матче происходило. Да, но в этой игре полный провал. Конечно, если он Рафиню ставит в оподную зону, то это провал. Это все равно, что знаешь, там, Жан Анонидзе из Патака поставить в оподную зону. И требовать от него, чтобы он мяти отбирал. Хотя это от другого плана игрок совершенно. Ну, вот пока Манчестер на этот, в принципе, неплохо играет. Но надо им выиграть очень крупно. Хотя преимущество у Юнайтеда имеется определенное. Койберг. Хусай. Какой пас на Мюллера. Томас Мюллер падает. Пенальти. Пенальти, друзья. И сейчас еще Шоу может карточку получить. Ну, говорят, что пенальти там не было. Но сейчас Шоу уже получит еще и вторую желтую. И тогда для Юнайтед все вообще закончится. Нет, устное предупреждение. Простил судья Люка Шоу. Но, конечно, абсолютно все сейчас закончить может Артура Видаль. Вообще без шансов уже на победу для Юнайтед тогда будет. Если Видаль сейчас забьет. Дехия, друзья, оставляет шансы для Юнайтеда. Артура Видаль, соответственно, плачет. Но слезы эти его, скорее всего, временные. Потому что Юнайтед сейчас нужно чудо совершить. Нужно просто громить Баварию. А как ее громить? Ну, проще, что Марсиалю пасовать. Карвахаль. Наседают футболисты Юнайтеда. Кандрэва подача матов. Ноэр! Ноэр с ленточки. Два вратарских подвига мы видели буквально с разницей. В несколько минут Дехия тащит пенальти. Сейчас Ноэр тащит. Невероятный мяч от Хуана Маты. Смоллинг очень плохо. Ну, сейчас справляется, правда. Не знаю, что уже он там сделал. Но оценку ему повысили. Ну, да, здесь, конечно, вратарину Ноэра попробуй забить 4. Это просто нереально. И, видишь, на каточках все защитники практически у Эмю, кроме Стоунза. Янузай вышел на поле. Адан Янузай. Мемфис. Мата. Подача. Янузай там цеплялся за мяч. Рафинья. Рафинью не меняет тренер. Я просто в шоке. Не знаю, почему. И Янузай. Мемфис. 2-1. Манчестер Юнайт отзабивает. Еще два мяча надо забить. Но временно это есть, конечно. Но нельзя пропускать ни в коем случае. Ну, я не знаю уж, как там Маурини первый матч проиграл с таким треском. Здесь Ноэр ошибся. Не вышел. Думал, Чуйки, ну, хватит сейчас перехватить. Но вот он допустил ошибку. Не сыграл на выходе. И в результате... В результате получил. Тут у Юнайтед еще много игроков на карточках. То есть, играть в отборе нужно очень и очень аккуратно. Так. Сейчас еще Джон Стоун сможет получить желтую карточку. Да, все игроки МЮ абсолютно на желтых карточках. Правда, 75-й минут уже идет. Времени на то, чтобы забить. Нет. Джоша Кимих появился у Баварии. Тут же заработал Горчишник. Не самый лучший выход на замену. Но для Баварии... И Бавария все устраивает. Даже еще один мяч МЮ не станет приговором. Времени-то все меньше и меньше. И Бавария переходит в наступление. Нет. Здесь Пагба отнял. Пагба отнял. Кимих. Кимих тут как тут. Хойберг. Хойберг заряжает. Запускает вперед. Здесь Карвахаль. Ну, еще один пенальти, друзья. И Карвахаль сейчас получит, наверное, вторую желтую. Потому что... Нет. Устное предупреждение Смолингу. А Карвахалью... Карвахалью что? Вторая желтая. Да. Карвахалью вторая желтая. Ну и, собственно говоря, это все. Это конец. Минайд уже не отыграется. И сейчас еще один пенальти. Даже если Дехея потащит. Все равно времени на два мяча не хватит. Это не Шерингем. Это не Сульша. Руддар Мюллера. И 2-2. Бавария счет сравнивает. Ну, конечно, феноменальный матч Лиги Чемпионов. Конечно, хочется покрутить пальцем у виска и спросить Джозе, ты в своем уме, почему у тебя Рафиня играет опорник? И почему ты этого Рафиню вообще не меняешь и даже не думаешь о том, чтобы его заменить? Ну, тем не менее, эти вопросы уже без ответа. Ну, да. Я говорю по тактике сейчас. Молодиню этот матч проиграл еще до его начала с Рафиней. Куда ты его ставишь? Сейчас еще Смолинг получит желтую, да? Уже будет все. Еще одна карточка. Да, тут драматичнейший матч на самом деле для Манчестера. Юнайтед. Но это, опять же, почему защитники все на карточках? Потому что опорная зона проседает. Кто в опорной зоне играет? А Рафиня. Пагба-то, естественно, с издательными функциями наделен. А Рафиня, он в этом отношении должен, конечно, именно быть более отбирающим. Ну, видишь, какая-то... Это двойка за забавление, за тактику. Потому что по составу на бумаге Юнайтед сильнее. Юнайтед сильнее. Ну, видишь, как с удалениями, со всем этим напотачил, напотачил и все. И до свидания, называется лига чемпиона. Ну, очередной титул премьер-лиги Мауринио все-таки берет. То бишь, не оправдался. Прогноз Александра Викторовича в полной мере о том, что Мауринио проиграет все, либо все выиграет. Ну, и в этом сезоне два кубка, два кубка у Манчестера Юнайтеда. Это Кубок Лиги, победа в премьер-лиге, ну и поражение Баварии в Лиге Чемпионов. Лига Чемпионов, кстати говоря, еще будет финал Барселона-Бавария. Как он закончится и что получится там дальше у Манчестера Юнайтеда, у Мауринио, мы узнаем по той же схеме. 500 пальцев вверх, если хотите, чтобы эксперимент был продолжен, скажем так, посмотреть, как же Мауринио будет дальше работать, удастся ли ему наконец-то выиграть Лигу Чемпионов с Юнайтеда. Либо же, ну, скажем так, ничего хорошего не будет. Марсиаль, 22 гола, Погба, 21 голевая передача. Однозначно, удачно вписался Погба в команду, вернувшийся. Ну, исправил ошибку Фергюсона главной. У Фергюсона, кстати, тоже же в Лиге Чемпионов всего два раза брал. Но в чемпионате Юнайтед стабильно уже первый. И это, ну, определенная заслуга Мауринио, то, что он на дистанции может распределять команду, да, распределять игроков. Сейчас у него Погба в самом рассвете лет, Марсиаль, плюс молодой вот этот вот Жан-Клод Бадо. Ну, если он, если он и вместо этого парня будет Рафиню свою ставить, то он, конечно, ничего не выиграет. Это я вам так скажу. Рафиню надо продавать срочно, причем это делать, потому что... Ну, нет, если... Я ничего против него не имею. Но в опорную зону его зачем ставить? Зачем его ставить, обороняться, если это не оборонительного плана футболиста? И он его ставит. И говорит, иди отбирай мячи, понимаешь? Вот из-за этого Юнлайт надо проиграть. Ошибки есть определенные, да. Можно не из Турара продавать спокойно уже, потому что не уравить. И Рафиню надо продавать. Вот. Караска, кстати говоря, тоже мало выходит. Всего 14 игр сыграл. При том, что, например, там Мата 44 игр сыграл. Ну, будем надеяться, что это все... Это все там будет. Преодолено. Ну, вернее, не то, что будет преодолено. Посмотрим, как Мориня справится, да. Что он будет делать. У него состав очень хороший. И с этим составом можно бороться за победу в Лиге Чемпионов. Но он сам себе приговорит, подписывает. Говорит, нет, здесь я не буду. Так я не буду играть. Так я не буду играть. Я буду вот так. И в результате ошибка за ошибкой. Кстати говоря, Погба. Не только 21 паса дал, 20 голов еще за миг. Вот это Погба. Им уже там интересуется Манчестер Сити. Но я думаю, что его не продадут там за копейки. Мы будем надеяться, что дальше там будет еще интереснее. Если хотите, как уже иметь сказал, пальцами вверх поддержите этот эксперимент. Ну, либо 10 тысяч просмотров он набирает. И вот тогда делаем продолжение. Посмотрим, как Жозе справится. Может быть, ему 10 тысяч просмотров он набирает. Ну что ж, всем большое спасибо. Все интересные ссылки на Твич, на группу ВКонтакте под видео. Не забывайте подписываться на канал и поддерживать видео. Все-таки пальцами вверх. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok